Девушки отдыхают Профессор Кадабры Веселой научной степени Хотите повеселиться? Порисовать? Узнать кое-что интересное? Да? Тогда добро пожаловать в веселую Абракадабру! Мы будем узнавать новые слова и рисовать их! Друзья, не забудьте! Вас ждет уникальный лайфхак от Лео! Мечтатели высшей категории! А вот и мои гости! Участники рисовального турнира! Они поспорят за звание Самого шустрого, Самого догадливого И самого творческого! Их ждут подарки! Привет, ребята! Привет! Какой у нас девиз? Расти, учись, играй! Дина, 6 лет Любит веселиться, петь, танцевать Но больше всего ей нравится рисовать Один рисунок получился такой красивый Что его даже напечатали на футболке Мария, 8 лет Спорт и музыка – любимые занятия Обожает скакать на гимнастике Играть на скрипке Даже учится в музыкальной школе Только хор и сольфеджи не любит Там ей скучно Тимофей, 9 лет В отличие от многих детей Не любит пушистых котиков и щенков Ему нравятся рептилии Знает про них все Дома у Тима живет ящерица А еще он увлекается химическими опытами Наверное, станет ученым Друзья, чтобы включить воображение Давайте расшифруем предложение Слушайте внимательно Байкер подарил тамаде противень Дина, как ты считаешь, что такое байкер? Я не знаю, что это Человек, который ездит на байке, мотоцикле Да, друзья, вы правы Так называют человека, который очень любит ездить на мотоцикле А вот следующее слово Тамада, что оно значит? Мне кажется, Тамада это певец, который поет на свадьбе А на самом деле Тамада это человек, который ведет застолье, мероприятие Конечно же, он может и петь, но это не совсем певец А вот еще одно слово Противень Так что же это такое? Противень – это металлическое изделие, похожее на тарелку, но более плоское Можно положить на него круассаны из теста, пирожки Ребята, вы меня поражаете Противень – это действительно большой металлический лист с загнутыми краями На нем что-то жарят или пекут в духовке Так о чем же идет речь в предложении «Байкер подарил тамаде противень»? Вот и что вам твое предложение Приехал «Байкер» и подарил противень тамаде на свадьбе Хм, молодец, разгадал! А вам сейчас предстоит нарисовать слова Чтобы их узнать, тяните шарики А теперь давайте откроем шарики и прочтем задание Дина, тебе досталось слово «пюпитр» Маша, а у тебя смеситель Тимофей, тебе предстоит нарисовать балясину Карандаши в руки и за мольберты Время пошло! У вас всего пять минут Дина, скажи, а что ты любишь больше всего рисовать? Человечка Человечка, в которой танцуют или занимаются спортом? Танцуют Я тоже люблю рисовать танцы Это очень интересно Маша, признавайся, ты любишь рисовать? Меня очень нравится заниматься скетчингом Скетчинг? А что это такое? Это рисунок маркерами Ого, как интересно! Буду рад, если ты мне подаришь свою работу Тимофей, расскажи, а что тебе нравится больше рисовать? Природу или животных? Я люблю рисовать животных, потому что в них больше мелких деталей, которые я очень люблю вырисовывать А вот лайфхак от Лео Это будет не только что-то полезное, а с сюрпризом Друзья, есть не обычные карандаши, а акварельные Нарисуем имя, например, снегиря с ярко-красной грудкой Добавим ветку, на которой он сидит Изобразим сочные ягоды рябины А затем возьмем кисточку, смочим водой и проведем по рисунку Вы только посмотрите! Снегирь теперь нарисован будто красками Вот так сюрприз! Друзья, попробуйте и вы! Ребята, открою вам секрет Вы рисуете не какими-то карандашами, а акварельными Возьмите кисточку, обмакните ее водой и проведите по рисунку Посмотрите, что получится Кисти в стороны! Время подошло к концу Пора оценить результат Дина, тебе надо было нарисовать пюпитр Ну и воображение у тебя! Что ты нарисовала? Расскажи! Две принцессы Две принцессы? Расскажи, как их зовут? Ани и Милан А пюпитр, это, наверное, название королевства, в котором они живут, да? Пюпитр нужен для того, чтобы срывать с дерева яблоки Уберешь вот так, и чик-чик, и срезаешь яблочко Пюпитр, это такие часы Зажимаешь кнопочку И смотришь время Пюпитр, это какой-то известный актер Пюпитр, это такое животное, которое ходит вот так А вот что значит слово пюпитр на самом деле Это специальная подставка для нот Пюпитр может стоять на ножке или быть пределом к музыкальному инструменту Представляешь? Да, представляю Маша, тебе нужно было нарисовать смеситель Расскажи о своем рисунке Мне казалось, что это миксер, поэтому я его и нарисовала Он вбивает разные предметы, туда можно что-нибудь положить, и он будет взбивать Смеситель пахнет сахарной ваты Однажды я попробовал смеситель, и он очень сладкий Советую и вам попробовать Смеситель работает вот так А вот что значит это слово на самом деле Смеситель – это сантехнический прибор Или, проще говоря, кран Он позволяет регулировать напор и температуру воды Он может быть в ванной или на кухне Тима, у тебя была задача нарисовать балясину Какое неожиданное решение! Расскажи о своем рисунке Я нарисовал метель, потому что первое, что приходит в голову, это живая зима Балясина – это бамбук, который растет в Китае Балясина нужна для того, чтобы красить стены в зеленый цвет Балясина – это такой вкусный видоград Балясина – это что-то, что на нашем теле болит А вот что значит это слово на самом деле Балясина – это фигурный столбик в виде колонны Может быть каменный или деревянный Балясина поддерживает перила Представляешь? Да Ну вот, турнир подошел к концу Пора подводить итоги и получать подарки! Ура! В номинации «Самый шустрый» победила Дина Ведь она нарисовала быстрее всех Самой догадливой стала Маша Ведь миксер, как и смеситель, может что-то смешивать Ну а самым творческим стал Тима Зимний пейзаж Балясина – это ж надо до этого додуматься Бренд Лео представлен тремя коллекциями Которые отражают потребности детей разного возраста А также учитывают особенности занятий в школах, детских садах и дома Друзья, хотите запас творческих наборов Лео? Чтобы рисовать круглый год, без забот и без хлопот Смотрите наши выпуски, переходите по QR-коду ниже И участвуйте в конкурсе До новых встреч, ребята!